приветствую вас на моем канале уважаемые розоводы наступило долгожданное цветение наших роз цветут мои первые розы в саду среди них такие розы как ice for you distance drums и miss fine в этом ролике вы увидите прекрасное цветение этих трех роз роза distance drums растет в моем саду второй сезон и я от нее нахожусь в полном восторге роза была выведена в сша в 1985 году селекционер доктор гриффит бак из университета айовы для успешной селекции роз важно правильно подобрать родительские формы растения часто розы желаемыми характеристиками не дают семян или не способны передать интересующий признак селекционер должен уметь рассортировать тысячи сеянцев полученных после каждого скрещивания роз и быстро отобрать те которые заслуживают дальнейшей оценки когда же наступает первое цветение сеянцев селекционеру приходится судя по одиночному цветку над парой листиков на крохотном растенице принимать решение о дальнейшей судьбе этого саженца весьма непросто выявить среди сеянцев цветущих в первый год именно ту розу которая нужна но селекция роз для этого и придумана что если это удастся сделать получится замечательнейшая роза великолепной краски с хорошими признаками и обильным стабильным цветением какой является роза дистанц драмс селекция роз это несомненно искусство требующие от создателя роз особого отношения к своей работе доктор дистанц драмс выбрал направление в своей селекции следующие он говорил о том что если розы капризны то люди будут выращивать другие цветы и создавал такие сорта роз которые растут в садах наших без проблем это относится и к розе дистанц драмс относится роза группе шрабы шрабы это не класс роз это группа роз включающая сорта которые невозможно отнести к другим классам как правило это ветвистые кустарники обильно цветущие и дающие очень большое количество побегов сиренево кофейные цветы расположены как одиночно так и в соцветиях на стебле вырастает около одного трех цветков пурпурные бутоны имеют каплевидную форму для розы дистанц драмс характерен средний но по интенсивности но приятный аромат с нотками аниса и мирты эта роза имеет очень специфический аромат рекомендовано выращивание пятой зоне морозоустойчивости где зимняя температура не опускается ниже минус 29 градусов из пурпурно розовых бутонов дистанц драмс появляются удивительные по своей расцветке густомахровые соцветия в одном бутоне около 40 лепестков они персиково-коричневые в середине и розово-пурпурные по краям со временем в центре лепестки выгорают до кофейного цвета обнажая густое скопление золотистых тычинок раскрывается роза в плоскую чашу края лепестков становятся нежно-пурпурными основной расцветкой цветка принято считать сиреневый и кофейные окрасы яркие по своей насыщенности но без пестроты соцветия слегка чешевидные по форме крупные до 10-12 сантиметров в диаметре сорт относится к повторно цветущим период цветения продолжается с начала лета до осенних морозов несколько раз за сезон с небольшими перерывами среди плюсов культуры можно выделить следующее необыкновенно декоративные красочные соцветия обильное и продолжительное цветение роза неплохо переносит дождь и жароустойчивая и как ранее было сказано это зимостойкие розы то есть зона выращивания пятая не все розы могут похвастаться такой морозостойкостью но это не значит что роза не будет вымерзать она конечно требует укрытия на зиму как и все другие розы этот сорт станет непременной жемчужиной в вашем саду я рекомендую вам эту красавицу айс фойю красавица вывел розу питер джеймс в 2008 году это английская роза в этом году я наслаждаюсь цветением этой розы на переднем плане это роза безусловно переднего плана находилась она у меня в центре розария и все-таки на четвертый год жизни я решила ее пересадить гибриды гультемии персицкой у них неоспоримые достоинства среди роз и самое первое это то что они цветут раньше всех второе это то что они не болеют так как другие розы они не страдают от жары и дождей поскольку у них не сильно набитый цветок у них очень обильное цветение и среди этих роз вы найдете розы всех оттенков какие вам нравятся отличительная особенность этих роз вот это яркое пятно у основания лепестков оно бывает фиолетовым вот такое как здесь видите и разного цвета но все больше красных оттенков ярко малиновая может быть более красному фиолетовому вот из всех роз которые у меня есть гультемии персидские у меня четыре розы персиан мистерии глорис babylon айс и новая роза не помню еще как название вот из всех конечно айс фу ю это самая красивая роза по моему по моему наблюдению вот так она цветет в этом году красиво она перенесла пересадку у меня есть ролик как пересаживать розы в саду в своем с места на место методом перевалки чтобы они не почувствовали совершенно пересадку поэтому я вот таким методом ее пересадила методом перевалки сохраняя все корни и ком земли и она у меня прекрасно цветет видите единственное я пыталась размножить эти розы по моему наблюдению размножаются они не очень хорошо методом черенкования но глориус babylon айс у меня появился уже зацвел черенок а вот персиан мистерии на протяжении четырех лет и розу айс фу ю я так и не смогла укоренить из черенка и я сделала отводок этой розы вот так цветет вся причем в этом году у нее очень очень крупный цветок в диаметре он где-то до 12 сантиметров вот первые цветы раскрылись огромные цветы у нее в этом году красивые я в садах у некоторых розоводах наблюдала эту розу и она у всех разная бывает белая такая с я с ярким пятном конечно вот сейчас вы видите это пятно видите какое более малиновое потом становится фиолетовым вот такое цветок это роза стала держать на четвертый год подольше у нас стояла три дня страшная жара июнь начался со страшной жары и роза прекрасно выдерживает и жару и дожди она не вянет на жаре поскольку у нее светлые оттенки замечательная красивая роза переднего плана флорибунда мисс файн это безусловно шедевр питомника ленца ее вывела последовательница ленца и купившая этот питомник анна баудольф и это безусловно конечно шедевр и и она растет третий год в моем саду третий сезон цветет и она держит очень хорошо свои толстые цветоносы видите вот у нее какие хорошие хорошие стебли наконец-то и ведет она себя наконец как флорибунда первые года два года она выбрасывала длинные плети которые раз висели в разные стороны не держала свои головки цветы были очень крупные красивые но они ломались от дождя и ветра когда же она ведет себя как флорибунда цветок среднего размера ну как сказать среднего довольно большой цветок у нее но все равно он держится в соцветии и я надеюсь что в этом соцветии цветы будут поменьше она будет держать их лучше очень красивый цвет у флорибунды чем не чайно-гибридная роза ничем не уступает эта роза чайно-гибридным розам красавица необыкновенная мисс файн у нее еще волнистый по краю лепесток видите какой расчудесница просто здесь два кустика ширина кустика у нее довольно большая где-то сантиметров 60 оба куста я имею ввиду и один куст и другой формирует она как все флорибунды круглый хороший куст с разветвлениями замечательными и в соцветиях у нее в этом году очень много цветов я довольна уходом за своими розами которые я организовала в этом году у меня розы набрали очень хорошие красивые бутоны большие красивая роза очень красивая мисс файн весна в этом году наступила очень поздно сегодня 7 июня такое позднее цветение роз я еще не видела в своем саду еще даже пионы некоторые не зацвели розы начали цвести май был очень холодным стояла прохладная погода и розам это очень понравилось они заложили огромное количество бутонов нарастили побеги но в двадцатых числах мая наступила страшная жара до 40 градусов и стояла жара до самого июня сегодня прошел дождь с грозой и с градом каковы последствия этого града я еще не знаю успела снять и показать вам вот эти вот красиво цветущие розы вот пион который цветет только расцвел в полном цвету находится хотя в прошлые годы он давным-давно должен уже отсвести я надеюсь мой ролик понравился вам поставьте мне лайк за мою работу всего доброго до свидания до новых встреч на моем канале